Новости на телеканале Арктик ТВ в студии Ольга Щетинникова. Здравствуйте! И коротко о главных событиях этого выпуска. Мазут привезут без задержек. Со всех сторон мы как бы подстраховались и в части транспортных услуг, думаю, не будет у нас проблем в ближайшее будущее. Как мурманские энергетики отреагировали на санкции. Все как у взрослых. Волнуюсь, но очень хочется выиграть. Юные хоккеисты вышли на лед ледового. На двоих целый трудовой век. Профессия, которую я выбрал, она не тяжела для меня. В областной больнице чествовали врачей-ветеранов. Утром поступила информация об угрозе взрыва в одном из корпусов Мурманской областной больницы имени Баяндина. На место происшествия были стянуты все тревожные службы. Персоналы пациентов эвакуировали. Сотрудники органов правопорядка осмотрели территорию. Спустя непродолжительное время угроза не подтвердилась. На фоне общего ослабления антикоронавирусных мер в стране, медики по-прежнему единодушны в необходимости вакцинации и призывают соблюдать осторожность. Так, 320 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Пять человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске – 93, в Кандалакшском районе – 63, в Мончегорске – 59. Отмета масочного режима в России возможна в апреле-майе после окончания сезона ОРВИ. Но будет зависеть от коечного фонда, заявил РИА Новости, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский. Он отметил, что масочный режим в России устанавливается и отменяется не властями регионов, а главным санитарным врачом Анной Поповой. Вознесенский также подчеркнул, что помимо коронавирусной инфекции есть еще грипп и несколько десятков других острых респираторных вирусных инфекций. И над другим палом, пожалуйста. Бытует мнение, что быть врачом – это не работа, а призвание. Трудиться много лет в этой сфере без любви и таланта не получится. А значит, что остаются здесь лучшие. И вот в Мурманской областной больнице имени Баяндина в этот раз чествуют двух профессионалов – Гарри Клейна и Валерия Симакова. На двоих у этих врачей около века работы в Мурманской областной больнице. Гарри Клейн и Валерий Симаков – профессионалы своего дела и много лет успешно лечат пациентов. Симаков – врач, травматолог, ортопед высшей категории. Он работает в областной больнице с 1980 года. Ежедневно лечит пациентов со сложными травмами. Сам Валерий Георгиевич ведет активный образ жизни, занимается спортом. Это советует делать всем, тем более молодым коллегам, которым передает опыт работы. Сегодня Валерию Симакову вручили нагрудный знак отличника здравоохранения. Профессия, которую я выбрал, она не тяжела для меня, так будем говорить. Я с радостью иду на работу. Сейчас у нас в отделении основное направление – это эндопротезирование крупных суставов. Значит, тазобедренный сустав, коленный сустав. Выполняется очень много артероскопических операций. А коллегу Симакова Гарри Клейна поздравляли с юбилеем. Доктору недавно исполнилось 70 лет. При этом 52 года жизни он работает в областной больнице. Гарри Вольтерович – заведующий отделением анестезиологии и реанимации. По словам специалиста, сейчас времена непростые, и пациентов со сложнениями становится больше. Однако работа обязывает не сдаваться. Он помнит каждый случай. Работа очень интересная для меня. Всю жизнь. Еще с первых лет собирал интересные случаи. На карточке носил. С таким багажом пережал с квартиры в квартиру. Там библиотека была, знаете, как в библиотеке тогда на карточках, в ящиках этих, эти ящики все. Теперь все в компьютер. Так что собираю, вот хочу, чтобы мои доктора тоже так вот. Все интересные случаи, все. По словам Игоря Клейна и Валерия Симакова, самое лучшее в их работе – видеть счастливого, здорового пациента после выписки. А самое главное для врача – любить свою работу, выполнять ее качественно и всегда учиться, развиваться, какой бы большой опыт за плечами не был. А чтобы стать хорошим врачом, равно как и любым другим специалистам, нужно хорошо учиться. Не теряющий своей актуальности закономерность. Выпускники школ в Мурманской области проверили свои знания на всероссийских тренировочных экзаменах. Участие во всероссийских тренировочных ЕГЭ по информатике и английскому языку приняли 394 11-классника из Заполярья. Во всех муниципалитетах региона работали 25 пунктов проведения экзаменов. Отмечается, что все испытания прошли в спокойном режиме. На тренировочном экзамене были смоделированы нештатные ситуации. Выход компьютера из строя, отключение от сети интернет, замена основного оборудования на резервное. Все возникшие проблемы были оперативно устранены, отмечают специалисты. А учителя и воспитатели ЗАТО Александровска обобщили свой опыт и представили на ежегодном конкурсе профмастерства работников сферы образования. Об итогах в материале Кристины Григорян. Конкурс педагогического мастерства в Большом ЗАТО несколько лет подряд проходил преимущественно онлайн. Правда, в этом году несколько этапов все же удалось провести очно. Судьи смогли лично задать участникам вопросы, оценить уровень навыков того или иного учителя. В состязании приняли участие и воспитатели детских садов. Например, Наталья Полякова в профессии почти 10 лет, но продолжает открывать новые горизонты. Даже заявку на конкурс подала скорее для того, чтобы проверить свои силы. Главным образом я сама себе доказала, что я могу достичь какой-то вершины. Возможно, даже когда достигну еще больших высот. То есть сама себе доказала, что я умею, что я могу, что я лучшая. В свою очередь Ирина Анасова, учитель ОБЖ Погодинской школы города Полярного, в далеком 2007 году уже пробовала себя в конкурсе. Увы, тогда не хватило опыта состязаний. Конечно, еще опыта было маловато. Очень тяжело было в плане именно выступлений и так далее. Потому что не совсем, как это сказать, публичный человек. Хотя вроде бы учитель все время вещает что-то, но когда тебя оценивают, уже к тому же, когда сидят, снимают на видео, люди находятся, например, в классе. В общем-то, это некий такой волнительный момент. Обобщив накопленные за годы преподавания в школе навыки, педагог сумела стать абсолютным победителем в этот раз. Вы продолжили славную череду профессиональных успехов и пополнили своим именем список педагогов-победителей. За победами одного человека, как правило, стоит коллектив, семья и, конечно, воспитанники. Дети, которые искренне переживают за своего педагога, с такой поддержкой многое по плечу, уверена, победитель в номинации «Воспитать человека» Екатерина Сименс. Это и открытые уроки, это и даже просто поддержка от детей. То есть они знали, что вы участвуете? Да, я им говорила, потому что все равно как-то с уроков так немножечко брали на мастер-классы, на всякие разные мероприятия. И я им объясняла, они такие, Екатерина Сергеевна, мы с вами, мы за вас. Победители в номинациях и абсолютный чемпион муниципального конкурса могут представить зато Александровск на региональных состязаниях по педагогическому мастерству. Мурман-энергосбыт, несмотря на санкции и изменившуюся геополитическую ситуацию, работает в штатном режиме и стабильно развивается. Автопарк пополнился новой техникой с подробностями Элина Ким. Александр Винокуров трудится на предприятии Мурман-энергосбыт около 10 лет. Начинал карьеру с водителем азутовоза. Сейчас опытный сотрудник демонстрирует возможности современного крана-манипулятора. КАМАЗ удобен в эксплуатации. Как говорят сами специалисты про такую машину, сам гружу, сам вожу. На службу ресурсоснабжающего предприятия регулярно поступает новая техника. Автовышки новые, краны новые. Кранов тоже новых, там в последнее время пришло сколько? Четыре новых крана пришло. Ну там бортовые тоже машины. Уазики пришли свежие. На старых, конечно, новое есть, новое. Тут ничего не сделаешь, не так ломаются. И приятнее сидеть и работать, соответственно. Только с начала этого года автопарк пополнился шестью единицами спецтехники. В планах приобретения еще двадцати. Из-за ухода с российского рынка иностранных компаний пришлось корректировать график закупок. Мазутовоз «Сканя» и два трактора стали последними импортными приобретениями МЭС. Впрочем, поводов для беспокойства нет. Логистических проблем с доставкой топлива по региону не будет. Мурман-энергосбыт обеспечен всей техникой. Заключены договора со сторонней услуги. В целом, думаю, не скажется. У нас сильно договора заключены на перевозку мазута также со сторонниками. То есть со всех сторон мы подстраховались. И в части транспортных услуг, думаю, не будет у нас проблем в ближайшее будущее. Мурман-энергосбыт начинает приобретать технику российского производства. В свете событий двухнедельной давности теплоэнергетики уже присматриваются к Уралу и Мазу. Антимонопольная служба России фиксирует на топливном рынке снижение оптовых цен. А также видит предпосылки для снижения розничных цен на топливо. Об этом во время правительственного часа в Госдуме заявил глава антимонопольного регулятора Максим Шаскольский. В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются. Логистика не менялась. Объемов достаточно. Есть предпосылки для снижения и розничных цен. Цитирует его слова ТАСС. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушел из Инстаграм. Такое решение глава Заполярья принял из-за неприемлемой политики компании Мета. Той, что владеет Facebook и WhatsApp. Считаю неприемлемой политику компании Мета. Так как ей принадлежит и Инстаграм, то прекращаю использовать эту площадку. Остаемся на связи через ВК и Телеграм. Написал губернатор. Впрочем, страница главы региона все еще доступна для просмотра. Удалит ее губернатор или нет, пока не ясно. Что касается мессенджера WhatsApp, то его контролирующие органы блокировать не будут. Это площадка для обмена сообщениями, а не размещения информации. Со ссылкой на собственный источник сообщило агентство РИА Новости. Напомним, Facebook в России Роскомнадзор заблокировал еще 4 марта. Морпехи Северного флота регулярно оттачивают навыки ведения боя в условиях Крайнего Севера. Занятия по огневой подготовке прошли на военных полигонах в районе спутника. В течение нескольких дней морские пехотинцы Северного флота отрабатывали учебно-боевые задачи. Метание ручных гранат с места и в движении, а также огонь и снайперских винтовок Драгунова, автоматов Калашникова, гранатометов РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин по мишеням. Военнослужащие совершенствовали навыки стрельбы различными способами. С места из положения лежа и стоя, во время коротких остановок и сходу, по неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням, как днем, так и ночью. Служба морской пехоти – мечта многих, однако попасть в элитные войска могут только лучшие. В наш род войск набор идет особый. Все-таки категория здоровья высшая и умственные знания, то есть высшее образование, либо как минимум 11 классов, спортивный разряд, мастер спорта, кандидат. То есть люди уже интеллектуально высшие. Я не видел таких, которые боятся оружия, страхи какие-то. В основном сюда, я считаю, что морскую пехоту нужно хотеть идти именно в этот род войск. И те, кто выбирают этот род войск, они явно знают, куда они идут. Такие занятия основные в боевой подготовке морпехов и проводятся на постоянной основе в любых погодных условиях. На площадке Ледового дворца состоялись игры первенства Мурманской области по хоккею. Лицом к лицу встретились команды «Ледокол» из столицы Заполярье и «ДСШ-3» из Североморска. Юные спортсмены приобрели ценный опыт и запал на дальнейшие победы. О том, как проходили соревнования, смотрите далее. В рамках первенства Мурманской области по хоккею с шайбой на арену Ледового дворца вышли команды Мурманска и Североморска. Парням по 12 лет, но свое увлечение они обожают как взрослые. Впрочем, перед матчем чуть-чуть волнуются. Волнуюсь, но очень хочется выиграть. А он попал на победу? Да. А сколько лет он выиграет? Третий год. Третий год, да. Может быть, были какие-то интересные вопросы, какие-то на практике? Забивал синие линии. Братарь просто пропустил. Он просто стоял и пропустил ее. В этот раз соперники, судя по началу игры, немного поддаются мурманским спортсменам. Вратарь команды из флотской столицы старается сдерживать атаки ледокола, но ребята упорно кладут шайбу за шайбой. Надеемся победить, так как у нас будет следующий этап уже стыковочная игра плей-оффа с командами, кто победит. На сегодняшний день это у нас крайняя игра в Мурманске. Что бы вы ошибали своим ребятам? Успеха, чтобы меньше ошибались, выполняли бы мои установки, стремились бы доказать свое мастерство, ну и, конечно же, эмоции положительные. Важна на льду и поддержка болельщиков. Это прежде всего родители юных дарований. Мама хоккеиста Ивана Пузанова уверена в своем чемпионе на все 100. На протяжении трех лет она активно участвует в соревнованиях сына и с благодарностью относится к тренерам. Мы прям настоящая семья, друг за друга переживаем, за каждого ребенка. Родители всегда вместе, всегда поддерживают и тренера, и ребят во всех соревнованиях и вообще в тренировочном процессе. Мамы, как оказалось, не только самые преданные, но и эмоциональные фанаты. Они не стесняются поддерживать хоккеистов и громко болеют за своих. Сейчас мы настроились на игру. В прошлый раз мы выиграли, и ребята очень настроены победить снова. И очень поддерживаем их в этом. Такие соревнования важны. Они развивают в детях командный дух. Дух здорового соперничества. Да и принцип «хочешь стать лучшим, играй с сильнейшими» еще никто не отменял. 25 лет, как один миг. Уже четверть века воспитанники Мурманской детской театральной школы радуют зрителей как в Заполярье, так и за его пределами. В Мурманске состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею образовательного учреждения. На праздники побывала Марина Шумилова. Свою историю детская театральная школа начала в 1996 году. Первые воспитанники – финалисты одного из творческих конкурсов. Выпускники этого набора стали актерами театров Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска. Многие снимаются в кино, работают на телевидении и ставят спектакли. 25 лет назад нам пришло всего около 150 человек. Сейчас у нас порядка 800 детей от 3 лет и кончают 20 годами. Мы их, естественно, учим, обучаем профессии, основам профессии. Но самое главное – мы стараемся воспитать детей, людей, которым будет комфортно в жизни, которые будут сильными, которые будут яркими, которые благодаря нашей школе будут востребованными, реализованными. Наверное, это самая главная наша миссия. Добиться таких успехов было бы невозможно без усердной работы преподавателей Мурманской детской театральной школы. Педагоги не просто делятся своим опытом с воспитанниками, но и проводят мастер-классы для коллег, становятся членами жюри различных конкурсов и фестивалей. Я рад, что такое есть учреждение. Хочется пожелать коллективу, а коллектив очень уважанный, авторитетный. Хочется пожелать новых творческих успехов и побольше вовлечения наших мальчишек и девчонок в театральную жизнь этой школы. Открытие детской театральной школы – одно из самых значимых событий в жизни многих северян. Позади 25 лет опыта, прекрасных и красочных спектаклей, сотни квалифицированных выпускников. А впереди только больше побед и свершений. Какими событиями запомнилась северянам минувшая неделя, расскажет Александра Ритунская. В еженедельной программе «Итоги». Непростые времена не стали препятствием для осуществления мечты. Артем Ермоленко, инвалид детства, сумел получить водительские права и купить автомобиль. Я хочу на федеральном уровне создать этот резонанс о том, что я не один такой с инвалидностью, которым приходится доказывать. И медицинскому персоналу, и специалистам, которые отвечают в том числе за нашу безопасность, о том, что люди с инвалидностью, они тоже могут полноценно, спокойно управлять машиной, независимо от их заболеваний, диагнозов или каких-то заболеваний. Воспитанники Академии телевидения переходят от теории к практике. В студии Мария Шадурой и Ирина Витман. Я понимаю, что вы молоды и красивы, но нельзя же с холодным сердцем все это было читать безэмоционально. Наверное, сложно было создать то, как говорят журналисты, когда рассказывают о каких-то новостях, сделать правильное удаление на слове. С какими проблемами сталкиваются родители детей с редким диагнозом фенилкетонурие, рассказали Светлана Рикечина и Виктория Боева. Да. Единственный садик, который обеспечивает таким питанием своих деток, находится в городе Кула. Получается, что все в массе своей на домашнем обучении родители предпочитают за ними присматривать? Как бы детки такие ходят в детский сад, но носят с собой еду. Сейчас же запрещено, даже в ту же школу, наверное, нет оборудованного места, чтобы... Да, но это должно быть все оборудование, и получается, это вот очень проблематично. И приходится мамочкам сидеть прямо до школы. Полный выпуск программы «Итоги» смотрите в субботу в 20.30 в эфире телеканала, а также на сайте Арктик ТВ. А на этом наш выпуск завершен. Больше новостей смотрите на нашем сайте. И в официальной группе телеканала в социальной сети ВКонтакте. Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго и хороших вам выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Северный – до 1 метра в секунду. В Никеле и Манчегорске – от минус 1 до минус 4. В Апатитах и Кавдоре – от 1 до 5 со знаком минус. В Кадалакше и Полярных взорях – от 1 тепла до 4 мороза. В Кадалакше и Полярных взорах – от 1 метра в секунду. В Кадалакше и Полярных взорах – от 1 метра в секунду. В Кадалакше и Полярных взорах – от 1 метра в секунду. В Кадалакше и Полярных взорах – от 1 метра в секунду.